Рей-ос. Рей-ос. Итак, возьмем пока правая рука. Первое, я стою, партнер проверяет дистанцию так, чтобы шагом он доставал по голове, скажем так. Ну да, прямой сверху, упростим задачу. Вот это дистанция. Начинаем спокойно. У кого не будет палки, вы имитируете вот такой вход, вот такое обозначение удара. Похоже на тетсуя роши. На этой базе вы всегда сможете с оружием работать. Моя задача вот уже в этом положении, я не стою в стойке, стою в нейтральном положении, я не хочу агрессии, но тело собрано. Я сближаюсь, выставляю здесь блок дзюданукой и встречная атака будет. Немножко буду входить внутрь. Это может быть кулак, может быть шатей. Дальше. Контроль. Хит за берег. То, что вы уже научились делать. Вход. Другой рукой возьми. Вы должны быть готовы с атакой любой. Может левша попадется. Проверяем дистанцию. Вот оптимальная дистанция. Вход. Локоть может быть и дистанция. Это все уже вам знакомо. Самое главное, чтобы здесь у вас была такая сборка, чтобы вы могли на ней войти. Если вы просто будете прямо стоять, видите, я пока тело не готово к движению. Вы знаете, что может быть конфликт. Вот вы как на пружинках. Пятки разгружены. Снова правая. Теперь чуть быстрее. Другая рука. Следующее. Сбоку. Область виска идет. Здесь можно, в принципе, тот же блок использовать. Если вы не знаете. Видите, я вхожу, все равно перекрываюсь. Можно использовать блок УЧУКО. Либо КАКО. УЧУКО. И ту же технику, которую вы сделали. Но я вам рекомендую, так как вы не знаете направление, он может начаться так, перейти сюда. Вот это универсальный вход. Вы просто идете на сближение, выставляя руки чуть выше, чем КАМАЭ. Дистанция. Он сбоку, но видите, все равно я вхожу. Мне важно войти в эту мертвую зону. Первый уже задел и дальше продолжение. Еще раз. Вот мы рассмотрели зону с этой стороны. Немножко внутрь хожу. Вот здесь перекрылся. Здесь уже блок похожий на КАКОУКО с этой стороны. Сейчас вот эта верхняя сфера с этой, либо с этой стороны. Все! И вы видите вот шоковый удар, но здесь я использую как встречное. Следующее направление. Удары могут быть... Вот если партнер, кстати, стоит КАМАЭ в обычной стойке против палки, боевой стойка, то я бы здесь работал по рукам в первую очередь, подбил бы руки. Поэтому я не рекомендую выставлять, либо если выставляете, вы должны очень быстро быть готовы убрать. Вот, допустим, такой вариант по рукам работает. То есть я должен убрать. Либо уметь быстро войти. Разорвать дистанцию. Зона атака. Локти. Здесь или так, или так, по локтям. Чуть реже, да? Либо ребра, когда высоко. Вот эта зона. Точно так же, как от Малаши. Важно чуть сместиться в сторону. Выставить. Вот здесь, видите, две прикрытия. С другой стороны тоже. Вход. Самое главное, это оружие не убегать. Но дистанция, если он очень далеко, я где-то могу и разорвать. С этой дистанции атакует. И нога вторым темпом пошел. Здесь вошел, видите? Даже если зацепит, здесь сила будет небольшая. А он уже у меня работает. По коленям. Гэдам барай. Тоже может быть встречная атака. Попали. Тоже, видите, прижата рука. Чай! Хай Си Учи. Техника на какой? На какой Хай Си Учи? Хай Си Учи? Да. Это второй. Второй кью. Хорошо. Периодически проверяем, что он реально достает. Да, гэд дистанция. Итак, смотрите, без палки направление показываешь. Сбоку. По ногам. Не задел? Нет. Нет. То есть работа на опережение. Как только вы видите начало движения, в идеале только на замахе, я уже начинаю работать, реагирую должен. И даже в любой ситуации, вот сейчас мы не готовы, ты отсюда так лучше, я разговариваю с вами, увидел какой-то взмах работает. Ты работаешь. Семья, ты работаешь. То есть я с ними разговариваю, ну как никогда, у вас вы боковым зрением всегда контролируете, потому что бывают ситуации, когда несколько человек, пока один отвлекает, чаще всего так умно делать, второй атакует в это время. Поэтому я контролирую, на вас продолжать смотреть, а с ним работаю. Поэтому еще одно задание, более такое сложное, вы уже не так смотрите, а чуть в сторону и боковым зрением контролируете. А когда? Ось. Ось.